Начинайте, Игнать Ихотич. Боже, милостью будь мне грешным. Создавая меня, Господи, помилуй меня. Создавая меня, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, а кого истину, блажите Богородицу, пресноблажанную пренепорощу, Матерь Бога нашего, счастнейший кюрвим и славнейшего, истину Серафим. Безосление Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тя величаем. Слава Туи, Сыне, Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресый измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради причистой Твоей, Матери, силы, честного, жертвовящего креста. Святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благое си и человека любец. Аминь. Боже, милостью будем не грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Безчисто с вами согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди, селись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила их слава вовеки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси ли от сна, Ты поднял меня, Господи, и умы просвети, и сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и вовеки веков, аминь, внезапно придется идея, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивая и грешная, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял в меня спящее бессознание, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою встал мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир Псалвы, почитай. Девяносто седьмой Псалвы, Восхоте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народа в правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность Свою Дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслими, с гуслими и с глазом псаломопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его? Вселенная и живущий в ней. Дорога плещут реки, далекуют вместе горы. Перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную правильно, и народы верно. Господь царствуя, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на сегодня велик, и высок Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость. Суд и правду Ты совершил в Якове. Превозносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самоил между призывающими имя Его. Взывали Господу, и он внимал им. В столбе облачном говорил он к ним. Они хранили его заповеди и устав, который он дал им. Господи Божий наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милостивого век, и истинно Его в рот и рот. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дому моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце разращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердца не потерплю. Глаза мои на верность земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будешь жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечтивцев земли, Дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь «Спаси». И, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясны, безгреховный день Христи Божии, спаси меня. Владыка, человеколюбче, встал после сна. Я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной благости Твоей, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Его сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущих, озирающих до земных, наблюдающих сердца и помыслов, ясно ведающих тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие и сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда, общий судья, придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет у нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь». Святый Ангел, поставленный блестимой бедной души и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. «Возьми крепко несчастную опустившуюся руку в мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. Не сохрани меня от всякого искушения уражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверные, лукавые, хульные помышления от несчастного в моего сердце, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Наталья, Ольга, Екатерина, Юрий, Надежда, Янис, ибо мы усердно к Вам пробегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословен ты, женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови предадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Паси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, Батюшку и Акибу, родители, братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные благо, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, и силой Твоей дару им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, дару им Царствие Небесное. Со святым упокой, Христия, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни, Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою, достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво и добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие, душевное и телесный успех в трудах. Научи его. Избавь его от хитрых кознях дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяческих нечестивых и беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых. Приведи Его к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы Он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Игнат Тихонович, продолжайте. Спасибо Господи, Фомилы, митрополита Илариона, епископа Ифтихий, Вениамина, Агафангела, Дианида, Тихона, Антония, Священовия, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Макавила, Наума, Кирилова, Ангросия, Владимира, Владимира, Идлеба, не дай погибнуть, Ясно, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Антония, Сергия, Кирилла, Венидикта, Франциско, Корнилия, Александра, Диодора, Фихона, и весь священный священный, и высшенный священный, и высшенный священный, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Коснись сердца правителей, наведи страх мой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, Господи, сохранив от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена, Амана, Фултана. И дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, как угодно. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господь, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продыл, и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани в этот день от всякого рода зла и греха, и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Серафима. И Владимиру дай веру, открой ему истину Твою. И сей, помилуй, Людмилу, любовь. Владимир, Алексей, Иосиф, опрещи добрых жителей, знающих Тебя с детьми, любящих уставы Твои. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтину, и Рашиду Дилу, общим, подбуди всех на благовестие, и дай еще нам священника, если угодно Тебе. И место для занятия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рафиль, Ездра, Сергея, Сергей, Сергея, Александра, 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 Анну, Екатерину, Екатерину, Галину, С кем познакомились, Кому вознесили слово истины, Вячеслава, Дмитрия, Владислава. Спаси и помилуй, и сохрани. Возри на угрозу врагов, на их злодейство, не дай исполниться, исполнится их злым намерением, и в судный день не помяни их безумия, обрати их на путь покаяния. Дай им страх, Той Святой. Благослови благодетелей наших, Елену, Людмилу, Еанилу, Александру, Евгения, Наталью, Надежда, Юрию, Светлана. Будем милостью к нам, Господи. Коснись сердца Александра, Александра Максима, Сергея, Викторов, злодействующих против истины, умягчи их сердце, не дай им погибнуть в ожесточении. Путешествующих благослови, Раи, Судьба, Виктора, Виталия, Константина, святи болящих, дай силу перенести страдания, вашим исцеления, яви милость твою к ним, Валерия, Иллариона, Кирилла, Владимира, Надежда, Анастасии, Татьяну, 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 Валентина, Валентина, Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, по Твоему благоволению все может оказаться на пользу. Аллилуйя. Найди все наше родство, Евдокея, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и найди отступников, возврати их на путь спасения, Михаила, Николая, Александра, Юлия, и благослови укрытия Максима, дай ему силу все перенести, и защите его от покушения на него. Аллилуйя. Это наше сокровище в интернете, и благослови тех, воздай добром, кто позволяет нам здесь быть и трудиться, и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Благослови, Ставия, Валентина. И романа, из-за духа лжи, а жестокосердие, высокоумие, ирустика, найди, обрати, Господи. Только ты это можешь сделать. обрати, Тимофея, Тимофея, Мартина, Вермана, Александра, Симона, Леонзе, слави и помилуй, Наши сокровища книги, здесь и в пути, сохрани и защити, и через них найди новая душа, открой миссию на твою. Да будет это день, днем благословения, радости, восхваления твоих дивных дел, Господи. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимирова, Александра и Игоря. Слава Тебя, Наш Бог Иегова, Авва Отче, Свят, 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 Господь Саваул. Вся земля полна слава Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, присна Дева Мария, Матерь Христа Бога, нашего спаси нас молитвами Своими. Ты дивно хранил нас в пути и воздай всем содействующим нам. Благослови Павла, Зинаида, Владимира, семейства ее, Димитрия, Александра, Сергея, Людмилу, Надежда. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем, благодарите, мой ангел, и за эту ночь, сколько лет Ты хранил, защищая от видимых и невидимых опасностей, повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разгущаться от тела, прошу Тебя, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Никития, Виталий, дали духовное рождение и служение Тебе непорочным. И приготовь эту встречу с Алексеем, если это от Тебя, устрои все, как Тебе угодно. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Иоанн, Христитель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. И каждому дару жилье Сергея Гавриила. Укрепи, Господи, верующих в Тебя, дабы не страшиться ни старения начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Нейкова, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас, научи нас, жить и, Господи, экономно во всем. Сергея Гавриила, дай, Господи, возможность получить жилище. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нииме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Иаир, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего Отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной верой и наполненными елеем сосуды добрых дел соделанных Духи Святого с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы к престолу Божию и предстоящие, апостолы, Петры, Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн дарует Господь нам жажду и следовать Священное Писание и жить по нему. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мужчины и мужчиныцы. Игнатий Богоносец, Поликаб, Сибирский, Устин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых Мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин, Иосиф Борис и Глеб, Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму Вениамину, дай веру, устрашивая родителей, заложенные воспитания. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Золотовусов, Анасий Великий, Примсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио Сергий, Радонский, Степан, Пермс и Серапин, Царовский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепит нас Господь И сохранит в святой Православной вере, А замысля ретиков Развею ничто преврати, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла, первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Натальи, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Дроник, Юник, И прияно Устина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь И послушание, И молчание, Соломудрие, И стыдливость, И сохрани Хосяческое поругание, И справь непокоривость Галины Семействою, Евгении, Надежды, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Людмила, Надежда, Аллилуйя, Прими нашу молитву воздеяния, Рук как жертву вечернюю, Богоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящих Тебя на небе и на земле, Услыши, Боже, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И прими, Господи, Нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Владыка, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначаля, Празнословия, Сребролюбия Не дашь мне. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпения и любви Даруй мне Рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть И мое прегрешение, И не осуждать И брата моего, Якобы благословен И сила веки веков. Аминь. Боже, Очисти меня грешного И помилуй меня. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Благодарю за все милости, Щедро Ты, Долготерпение Твое. Прости мои согрешения, Тайные и явные, В уме и в помышлении, В воде и в ночи, И во все дни жизни нашей, Ибо Ты благочеловеколюбец, Аллилуйя. Хвала Тебе, Слава, Честь и поклонение, Слава и благодарение, Ищем Твоего благословения. Будь милостив, А не грешен. Прости, Владыка. Аминь. Господи, Владыка, Живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначалья, Празнословия, Сребролюбия, Не дажми. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви. Дашь мне, Дайте брата моего, Прости мои согрешения, Больные и невольные, Ибо Ты благочеловеколюбец, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Доброе утро всем, Кто участвовал тут. Доброе утро. Доброе утро всем. Находите, Где там было, Вчера закончили О посте Вопросы задали, Половина прошли, Дальше, дальше, Намного дальше. На бегунок, Смотри, Половина пройдет, И там остановишься, Там должно быть красным выделено, Или разрыв. Наоборот, Кверху поднимать надо, Это мы не проходили. Вот тут уже, По-моему, Уже были, Все это проходили. Вот, наверное, Отсюда начинать. В Православной Церкви Установлено 4 поста. Да, Отсюда начинай. Да, Отсюда, Отсюда. Вот вверху, Посмотрите, Тут сдернул, Убрал. Вот смотри здесь, Не трогай пока. Вверхусь, Законься. Если же всего не будут соблюдать, То клирики, Да будут извержены. Это правило, Что на земле свяжете, Будет связано на земле, И на небе утверждено. А дальше, Амиряне, Тут закрыл этим. Да будут отлучены. 6-й Вселенский Собор, 56-е правило, Типикон, Глава 32-я, Владитийский Собор, 50-е, Малый Требник, Намаканон, Правило 85-е. Все это сбросили, И никому не говорят. Открыто бы сказали, Что мы не признаем Бывших для нас, Святых Отцов, Канонов. Ну, ни один, ни два. Это Вселенские Соборы, И Типикон, Главная руководительность, Книги, Илладийский, Все. Включи вот это сейчас. Священнослужители, Кто останется на месте? Кто? А нарушение поста, Это даже среди недели, Если здоровый, Крепкий человек, Растительное масло. А тут разрешают, В семинарии учатся, Рыбу есть, Почему? Трудная работа у них, Трудная, Шахтеры они. Они в море, Рыбу ловят. Разрешают рыбу. Рядом со мной стоит, Бывший уполномоченный, Главные враги. Ну, я говорю, Александр Петрович, Вы посты соблюдаете? Ну, да. Я говорю, Мясного не едите. Нет, ну, курочку-то я ем. Курочку он ест. Рантовик. Почему? Он друг благочинному. И вот все это Официально разрешено. Официально. Великий пост. Курочку он ест. А что он больной? Да не больной. Но даже больной. Да к больному разрешается Только растительное масло И вино, Когда указано. Больше никому Ничего не разрешается. И никто не имеет права Разрешать. Это самовольство. Это все равно, Что стоит какой-то Постовой И показывает, Как ехать. Где повороты делать. А тут красный. Он на красный разрешает. В общем, А тут друг его проезжает. Никому не разрешается. На этом все. А пожар. Пожар разрешается. И вот здесь Также болеет человек. Ему разрешается Растительное масло. И миряне, Да будут и Отлучены. Да в церкви-то Никого не останется. Когда я вот Первую неделю и последнюю, Откуда это взяли? А я на то уже знал, При нем было. У царя Семь дочерей. И ты Старшую и младшую Почтил, А остальных Пренебрег. Царю понравится, А то нет. Ну делает Такие уже Примеры. Ну все Драутробы. И все Объясняют. Да по-другому Нельзя. Сами Драутробы Не проворот. И перед народом Выходят Митрофаны Эти Учат Людей. Ну видно, Что килограмм Семьдесят На чреве Лишние. Ну можно Хоть Чуть-чуть-то Совесть-то Как-то Пробудить-то. Ну с такой Мамоной-то Вылазить перед людьми. Ну целая Матросовка Висит на животе. Никаких Даже. Ну бессовестность Плодят Ежедневно. Ну раз Не воздержался Ел тайно А вывалил Явно. И учат Других людей. Так об этом Говорят и Учат и Говорят не пить вино А вас пьяных Ведут С вечеринки Губы красные. Святые отцы Все говорят. И здесь Ну пост Всего лишний есть. Не буду есть Мясо и пить вина Вовек. Никогда. Чтобы не подать Соблазн. А здесь нет. Я его Уговорю. Ну ты же понимаешь Что здесь Православные Все собрались. Ты живешь Среди православных. Вот тут Американец Ко мне заезжал. Нет. А я отдельно Живу. То есть Утроба Придумали Свою веру Где ничего Не надо Исполнять. Ни поста Ни креста. И этот Обман Кончится. И там Легко люди Его принимают. Почему? Да вы Вас видите Вы какие-то Жестокосердные. Нельзя То другое. А у нас Дедушка с бабушкой Всегда в карты играли. В лото Играли. Ну а дальше Где они Дедушка с бабушкой-то? В царстве небесном Может быть? А я об этом И не думал. Ну вот и весь сказ Лишь бы здесь Было хорошо. А это Ее доль печали Называется Земля. Посты Для того Подаются Чтобы их Исполнять В Израиле Было так Оказалось У царя Сын Одержавший Победу Анафан Вкусил Меда Вкушая Вкусил Мало Меда И должен Умереть Он говорит До вечера Если кто Вкусит Умрет И он сразу Приговорил Сына к смерти Да народ Не отдал его Вот как они Боялись Нарушить А здесь Вообще Только по одному Этому правилу Уже в церкви Пусто будет Никого не будет А еще этих Бритых стариков Тряхни до загалстук И вообще Один дым Останется От кадила Фальшивая Ложная Установка И так люди Привыкли жить Все разрешено Уже уходите Из храма Отмолились Священник кричит Я забыл сказать Вы свечи там Не покупаете На улице Продают А там Одна приезжает Спасики Чисто восковые Свечи Не берите там Они неблагословленные Вот здесь Покупаете А здесь Они красные Синие Зеленые Мерзость Мерзость Ее даже В руки Брать нельзя Присвещу Погонь Одна Поставляют Агарки Ходят В черном Одетые Там Сантиметров Десять Больше Агарки Эти Тушат И бросают Полные Два Куля Стоят На колокольной Леске То есть Теперь Копейки Там Выгода Все равно Смухливые Все равно Смухливые Продолжайте Считать Сейчас Секундочку 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 В Православной Церкви Установлено Четыре Поста Продолжительных Первый Великий Пост Семь Недель До Пасхи Необходимо Знать Когда Будет Пасха По Новому Стилю Пасха Будет В 2002 Году 7 Апреля 2003 11 Апреля Перед Самым Великим Постом Сырная Неделя Масленица Сплошная То есть В среду И в пятницу Разрешено Есть все Кроме мясного Как и во все Дни Этой Недели Перед Масленицей Неделя Блудного Сына На Этой Неделе В субботу Родительская Суббота Мясо Пустное Перед Этой Неделе Сплошная Неделя Мытарей Фарисея Разрешено Вкушать И мясо Долго Ожидали Люди Пришествия В мир Спасителя Их вздохи Истинания Нигде Так сильно Не высказаны А падшее Состояние Духа Человеческого Не оплакано Такими Горькими Слезами Как В Триоде Постной Проникновенно Побуждающей К покаянию И к сокрушенной Молитве Чтобы с чистым Сердцем Встретить Светлый Праздник Праздников Христово Воскресения Великий Пост Установлен В честь Сорокадневного Поста Иисуса Христа Вскоре После своего Крещения Удалившегося В пустыню И постившегося Там Ивангелие Матфея 4.2 Упоминание О Четыридесятнице Часто Встречается В древних Письменных Памятниках Правила Святых Апостолов Составленные По источникам Относящимся К второму Третьим Векам Шестьдесят Девятое Правило Игнатий Богоносец Первый Век Виктор Епископ Римский Второй Век Дионисий Ариапогит Ориген Третий Век Иероним И Кирилл Александрий Василий Великий И Григорий Низкий Четвертый Век Ипполит Римский Третий Век Древние Христиане Соблюдали Пост Четыридесятницы С особой Строгостью Воздерживаясь Даже От вкушения Воды До Девятого Часа По-нашему До Третьего Часа Дня Хлеб И Овощи Устав Большой Глава 32 Лит 74 Говорит Об особой Строгости Постав В первую Неделю И в последнюю Понедельник И вторник Не есть И не пить Среда Однажды Сухоядение Безвареного Четверг Не есть И не пить Пятница Единожды Если же Кто Слаб Или не может Поститься Двух дней То во вторник И в четверг Есть хлеб С водой Нарушающий Пост Отлучается От причастия На два Года Настольная Книга Священнослужителя Страница 535 Том Первый В Великом Посту Растительное Масло И вино Разрешается Только в Субботу И воскресенье Рыба Жи Только в Вербное Воскресенье За неделю До Пасхи И На Благовещение Седьмого Апреля А если оно Седьмого Апреля Если оно Не на Страстной Неделе Если же Благовещение До Пятидесятницы Разрешено То До Пятницы До Пятницы Да Если же Благовещение До Пятницы Разрешено Только растительное Масло Если же Случится В Пятницу И в Субботу Тогда в пище Нет послабления Ради Христовых Страданий Строгость Поста Различна Первое Не есть И не пить Второе Разрешено Однажды В день Сухоядения Третье Разрешено Илей Вино Четвертое Разрешение На рыбу И значит На все Что впереди Сказано В Великую Пятницу И в Субботу Перед Пасхой Если можешь Не вкушай Весь день Второй Пост По продолжительности Рождественский Или Филиппов Начало С 28 Ноября Здесь И далее Все даты По новому Стилю И по 6 Января Включительно Уже в 4 В 5 Веках Церковная Практика Знает Все 4 Поста С 12 Века Постной Пищей Стала Считаться Рыба Хотя Древние Христиане Постились Намного Строже Всякая Радость Считалась Нарушением Поста И даже Церковное Лобзание Мира По словам Тертулиана Второй Третий Век Считалась С постом Несовместимым Во все среды И пятницы В течение года Пост Строгий Как и Великий Пост Но в отдельные Среды И пятницы Разрешено Есть рыбу Или только Илей Что ниже Будет Подробно Указано Сплошные Седмицы Пасхальная Следующая За Пятидесятницей То есть За днем Троицыны Святки От Рождества Христова До крещения Кроме Богоревленского Сочельника Седмицы Мытаря И фарисея И Сырная Масленица Сплошные В Рождественский Пост Устав Большой Глава Тридцать Вторая От Дня Святого Филиппа Двадцать восьмого Ноября До дня Святого Николы Чудотворца Девятнадцатого Декабря В понедельник Среду И пятницу Сухоядине Во вторник И в четверг В субботу И в воскресенье Разрешается Рыба От Дня Жених Николы До Рождества Христова В субботу И воскресенье Рыба Во вторник И четверг Вареное С маслом И вино Пьем На Маканон Лист Восемьдесят Третий Упоминание О рождественском Посте Встречается В четвертом Веке Амросий Медиаланский Августин Папа Лев Иоанн Златоуст Продолжительность Его Определена На Константинопольском Соборе 1166 Года При Патриархии Хрисовергия Особая Строгость 6 Января Рождественский Сочельник Не вкушать И не пить До появления Звезды И потом Еда С елеем Во все Посты В воздержании И Супружеском Общении Также 18 Января Крещенский Сочельник Петров Пост Начинается Всегда Через Неделю После Троицы С понедельника До 12 Июля Этот Пост Установлен Церковью Для подражания Примеру Святых Апостолов Которые По принятии Даров Святого Духа Постом И молитвой Прикотовлялись Ко всемирной Проповеди Евангелия И таким же образом Приготовляли Своих Преемников На это служение Деяние 13 Глава Продолжительность Его От 6 Недель До 8 Дней В пост Апостолов Разрешена Рыба Во вторник Четверг Субботу Воскресенье Дважды В день Никогда Никогда И ни в одном Уставе Не было Разрешения На 3 Еды В день Но и Не запрещено Большой Устав Глава 32 34 Намаканон Пр 223 Корм Чая Лист 19 Намаканон Пр Непонятно Что это за Пр 214 Если же Кто по немощи Телесной Не Может Со всей Похвальной Строгостью Соблюдать Пост То Разрешается Только Вино И то С сокрушением Сердца Удаляет Всячески Рыбы И масло Хранящийся От вина Как заповеди Исполнитель Возду Обрящет Елей Может Разрешить Немощному Вкушать Только Священник И ничего Больше Все Остальные Разрешения Нарушать Пост Лишь На Погибель И От Гордыни Ума Успенский Пост Госпожинки С 14 По 28 Августа По Строгости Как и Великий Пост Рыба Разрешена Только 19 Августа Преображение Господне По Уставу Номаканона Лист 83 Разрешено Во вторник И в четверг Масло Успенский Пост Был уже В пятом Веке Если Сам Праздник Успения Придется В среду Или Пятницу Разрешение Бывает Только На Рыбу Если В понедельник И другие Дни То Мирянам Разрешается Мясо Монахам Рыба Готовящиеся К Крещению Как и Христиане Строго Исполняли Все Посты А срок Приготовления К Крещению Оглашенных Был До Трех Лет Перед Крещением Постились Иулиан 13 Июля Подвиг Святых Поражает Воображение И является Примером Удивления А Неподражание По силе Его По Сорок Дней Постились И в Новозаветное Время Мамант 2 Сентября Марина И Кира 28 Февраля Ипатий 31 Марта 50 Дней Не пил И не ел Поисий Великий 19 Аюля 70 Дней Как у Христа Есть Подвижники И мученики Так Есть И у Сатаны И у Стина 2 Октября Волх Постился Сорок Дней Участь Волшебству На Большее Число Дней Никто Не Посягал Антихрист Ж На Русской Земле Иванов Парших В безумии Своем Провозгласившийся О Богом Земли Среди Прочих В кавычках Чудес Своих Как Нахождение Под водой Длительное Время Как Волф Кенопс В житии Иоанна Богослова Якобы Постился 108 Дней Знаменательно Что Дьявол В этой Цифре Обнаружил Себя Полностью Псалом 108 Псалом Проклятия На Нечестивцев 108 Бусинок На Буддистских Четках Лестовках Сектанты Еретики Крепко Подвизаются В нарушении Постов Церкви Говорят Что Нельзя Постами Разрешать Плость Свою Которая Есть Храм Божий 1 Коинфинам 3 17 Но Любой Врач Скажет Что Люди Страдают Не От Постов И Воздержания А От Объедения Пост На Духовное Страдавец На Души Было Чудо С Исаакием Печерским 14 Февраля После Его Поражения От Сатаны Когда Он Ни Хлеба Ни Овощей Не Ел Два Года Но Затем И Держал Победу Над Дьяволом Постом И Молитвой Однодневные Посты Кроме Среды И Пятницы Также И В Сочельнике 6 Января И 18 Января На Усекновение Главы Иоанна Предтечи 11 Сентября На Воздвижение Креста Господня 27 Сентября В Сочельнике Разрешается Вкусить С маслом После Появления Звезды В Период От Пасхи До Троицы Во Все Седмицы В Среду И Пятницу Разрешается Рыба По Другим Правилам И После Крещения Господня До Недели Блудного Сына Разрешается Рыба В Среду И В Пятницу В Течении Же Всего Года Рыба В Среду И Пятницу Не Разрешена Ни По Одному Уставу Теперь Почти Все Считают Что Растительное Масло И Лей Можно Есть В Любой День Что Это Так И Разрешено Такое Представление От Незнания Устава Ниже Дается Устав На Полный Год С Разрешением На Масло И Вино На Отдельные Среды И Пятницы В Связи С Памятью Отдельных Святых В Этот День Январь Даты По Новому Стилю 2 Января Масло Указанные Числа Разрешено А в Не Указанные Не Разрешено 6 Января 20 Рыба 24 31 Масло Февраль 2 7 9 13 Масло 15 Среди Среди Пятницы Рыба В остальные Дни Мясо Если Масленица То По Уставу Свердой Недели 16 Если На Неделе Мытарь и Фарисея Рыба 17 22 24 25 Масло Март 9 18 22 Масло Апрель 12 Масло 14 30 Масло Если После Пасхи То С Рыбой Май 6 8 13 14 15 16 20 21 22 27 28 Рыба Июнь 2 Рыба 3 Если В пятницу Рыба Если В пост Если В пятидесятницу Рыба Если В пост Четверг Вторник Рыба Среда Пятница Масло Если Праздник Храмовый То В любой День Рыба 5 6 8 10 15 22 Рыба Июль 6 7 9 12 Рыба Если Разрешена Рыба Значит Разрешено И Масло 13 Масло В неуказанные Здесь Числа Попадающие На Среды И Пятницы Не Разрешается Даже Масло 18 21 22 23 Масло Август 2 6 10 Масло 19 Рыба 28 Мясо Если В среду И Пятницу То Рыба И Вино 29 Масло Игнать Тихонович А вот эти числа Это только Сред и Пятниц Касается Касается Да Только Среды И Пятницы И Вот Такое Вот Что Которые Среды И Пятницы Вот Так Вместе Собранное Просто Нету Нигде В календарях Это Я Все Сам Сидел И Высчитывал Смотрел По Большому Уставу По Которому Жила Россия До Никона Вот Так 700 То К примеру Первое Августа Это Означает Неразрешено Масло Если Среда Пятница А Вот Указанное Там же Впереди Было Написано Которые Указаны Разрешается Масло А если Нету Такой Цифры Значит Не Разрешается Вот В августе Первое Число Допустим Выпадает Вторник То есть Масло Можно Только Среда Пятница Ну Зачем Вторник Это Касается Среды Пятницы Только Если В первого Числа Выпадает Среда То Тогда Масло Нельзя А Если Бы Второе Выпало То Тогда Масло Можно Было Да А Если 19 Август А То Рыба Среда Пятницы Это Все Только Среди Пятницы Все Данная Далее Сентябрь Если В среду На среду Выпадает Число Третье Пятое Восьмое Одиннадостое Двенадостое Четырнадостное Двадцатое То Масло Если Жив Среду 21 Выпадает Рождество Богородицы И Если В среду Или в пятницу рыба а вот 25 27 масло то есть если рождество на 25 выпадает и так по числе она не может никуда сдвинуться навсегда 21 понятно а это продолжение повторяю что вот так вот выбрана нигде никогда не встречал пришлось самому сидеть и восстанавливать там по церковно славянскому устав большой конечно он и мы пользовались октябрь 8 масло 14 покров богородицы разрешается рыба даже если в среду выпадает так 17 18 решается масло по средам ноябрь по средам 4 8 10 11 11 18 19 21 26 29 30 решается маслом в декабре если в среду 4 число разрешается рыба вот а если в среда 5 6 8 10 13 17 19 20 20 26 28 30 с маслом едим хваля бога церковь помогает христианину в подвиги поста создавая условия располагающие его посту и покаянию великопостное время в храме все иное необычно и состав церковных служб и молитвы и песнопения и напевы и поклоны и вся обстановка храма праздничная пышность и торжественность уступают место сосредоточенному сокрушению греха очищению совести священнослужители облачаются в темные ризы царские врата открываются реже освещение ослабляется во время поста часто повторяется молитва святого ефрема сирина господи владыка живота моего с поклонами земными голова руки колени касаются земли великом посту такие поклоны начинаются вечером воскресенье по церковному уже начинается следующий день и до утра в пятницу полная литургия как самое торжественное всех церковных служб совершается только по субботам и воскресенье по средам же и пятница в течение всего поста совершается литургия прежде освещенных даров имеющая покаянный характер первая неделя великого поста отличается особой строгостью духовной влубленностью богослужений понедельник вторник среду и четверг первой неделе поста на великом повечерии читается канона андрея критского способный и на самую ожесточенную способный и самую ожесточенную душу смягчить и расположить покаянным чувством на пятой неделе великого поста вечером среду считается раз в году относительно канона андрея критского земными поклонами принято что на следующий день тем кто молился земными поклонами весь канон разрешается вкушать растительное масло ради их труда в субботу вспоминается чудо священно святого великомученика феодора тирана спасшего своим явлением христиан от осквернения и доложертвенной кровью и повелевшего вместо оскверненной пищи употребить вареную пшеницу с медом в первый воскресный день великого поста отмечается торжество православия праздник и моление об обращении заблудших издревле принято завершать великопостный подвиг исповеди пред духовником и причащением святых христовых тайн человек должен подготовиться к исповеди исповедоваться неспешно с глубоким чувством покаяния и намерением изменить свой образ жизни сейчас говорят что отменяют совсем уже показывается храма я исповедь отменена ну и дальше догадываться не надо любой с улицы подходи рот развернула все люди не готовы к этому причастие вливает христианина большую духовную силу или большую как правильно большую поэтому желательно и исповедь и причастие повторить несколько раз течение великого поста и в каждый пост и в дни ангела полос великий говорит иуде подобен не постящийся среду и пятницу так несколько молитв на русском языке к великому посту первое покаяние отверзи податель жизни открой мне двери к покаянию ибо дух мой с раннего утра стремится к твоему святому храму имея свой телесный храм весь оскверненный но ты как милосердный очисти твоей благоутробной милостью вторая молитва на спасение стезии богородица наставь меня на путь спасения ибо по стыдными делами я осквернил мою душу и в лености провел всю мою жизнь но твоими молитвами избавь меня от всякой скверны размышляя множестве содеянных грехов я окаянный страшу из судного дня но надеюсь на твое милосердие как давид взываю к тебе помилуй меня боже по великой твоей милости третья молитва господи владыка живота господи и владыка моей жизни не дай мне духа праздности уныния начальствования и празднословия души целомудрия смиренно мудрия терпение и любви дай мне рабу твоему так господи царь мой дай мне узреть мои прегрешения не осуждать брата моего ибо ты благословен во веки веков аминь это я брал современно вот празднословие там сребролюбие они упустили и я тут не напечатал его я потом начал только сверяться звонить как где вот здесь и сребролюбие о мне пришлось спрашивать у старообрядцев звонил я им туда как это слово они там проверяли по каким разным списком здесь нигде нельзя найти они у намертво стерли этими столетиями раскола его красным выделить можно праведники делали по несколько тысяч земных поклонов в день посели определить себя и хотя бы 100 поклонов сотвори на благо плоти и души святые отцы заповедовавшие поклоны думали о душе но современные исследователи посчитали что в поклоне гармонично участвует все до единого сочленения тела святые многими скорбями и потом утруждали плот свою а там с а потом о большую букву сделаю заглавный чтобы ударение на ее было сделала теперь красным выдели ее одну букву вот то есть потеет человек на молитве так потели что столько пота было рядом земля превращалась в грязь святые многие скорбями потом утруждали плоть свою чтобы дать свободу духу служение богу любви вот мы ревем как медведи и стоим как голуби ожидаем суда и нет его спасения но но далеко от нас прокиса 59 11 и вся глава сия помогает осознать величие сокрушенного духа когда его услышит бог и простит и приблизит к себе пост и милостыня вот крылья молитвы все на этом а милостыня тоже не касается это уже другая тема ну вот на сегодня все прощаемся паси христос вы на наши события дня заходите там большие вопросы решаются пишут какие письма пишут я все туда помещаю события дня вчера на на наши занятия можно сказать ну зашла с у коризною последнее занятие которое мы ведем в трапезной когда там я говорил и там у сергей вел с бесноватым разговор тут показывал свои органы ну и дескать нельзя об этом говорить дети слышат я там дают целый поток смест писания который ничего не скрывает не скрывает а люди которые скрывают они вообще не знаю человек попадает туда никогда не было что в библии дал библия жить на столе от его отдельные места там склеивал или замазал это ребенку нельзя считать вот это можно но это уже супер лицемерия все что в библии написано написано для всех и горе тому кто что-то скрывает горе и мы с ней это переписывались она маленько успокоилась а начала говорить что врач была она там где-то люди попадали бы там ну там что изнасилованные или какие беды ну вот это не надо говорить так а наоборот надо чтобы никуда не ходили не попадали я все места выделил из священного писания и по порядку не ложись со скотиной там и становись с дядей там с тетей там все перечислено десятки раз 10 стихов зачем бы это указывалось и за срамоту жизни твоей я подниму подол той высшей головы что бедна была срамота то есть никто из женщины каких штанов трусов то не носили вот так для чего это было теперь ты под каждым деревом ветвистым раскидывала ноги ожидая любовников тут вся картина порнография груди твои как виноградной кисти ствол то стан твой как пальма подумал я в лес бы ухватился за кистью ну что тут тут большая тайна но не 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 выкинешь то это это все ложь когда начинает вот опрятать писание говорит значит а духа святого все писание бога духовенна и ни одна черта из закона не выпадет начинает лицемерит все это из-за блудной жизни аминь на хочу не непонятно что ли у нас была одна такая на себя говорит а кто ты была такая супруга всего мира проводнице я работал в поезде ну конечно покаялась все ну как просмор начинает петь печь печи мимо не пройди воробей не пролети везде соблазн муха на мухе едет уже соблазну блуд творят ну вот так все пока наверно сегодня с богом с богом все голубями занимается кошками так где-то где-то вот так о о о о о о о о о